Мы поговорим в течение ближайшего часа о миллионах и даже миллиардах, миллионах выделенных на дороге, миллиардах, которые осели в чьих-то карманах, ну и о тех людях, которые с удовольствием зарабатывают на чьей-то наивности, ну и, может быть, на каких-то мошеннических схемах. Так что будем считать, что у нас такой миллионно-миллиардный час предстоит впереди. Ну а в студии редактор отдела экономики Комсомольской правды Алексей Боярский. Алексей, приветствую тебя. Здравствуй. И вначале хотелось бы все-таки понять, что стоит за громким сначала задержанием, ну а затем уже и арестом двух весьма, ну скажем так, примечательных личностей. Зивуидин Магомедов был задержан в Москве, Тверской суд в субботу санкционировал его арест до 30 мая. Вместе с бизнесменом арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании Интекс, входящий в сумму, Артур Максидов. Вот сейчас уже шутят от суммы до тюрьмы. Ну действительно, вот та самая русская пословица стала в данной ситуации, ну таким руководством к действию. Так вот, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях на сумму более двух с половиной миллиардов рублей. Но давайте мы сейчас для начала предложим нашим радиослушателям небольшую справку, потому что, честно говоря, вот я уверена, что немногие могут сказать, собственно, откуда те самые миллиарды и что это за та самая сумма. Справка. Субботник. 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 Ну, при предыдущем губернаторе Цуканове у них все было в порядке, сейчас новый губернатор. И, вероятно, с ним какие-то отношения другие. Сейчас нас также внимательно слушает и предприниматель, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Что вы видите за вот этим громким задержанием двух весьма, ну, скажем так, богатых людей? Ну, здесь надо рассматривать документы. Могу сказать, что вы немножко не совсем корректны в той части, поскольку, если вы забыли, помимо того, что я ведущий на абсолютно ваш коллега, то как раз я выдвигался в Государственную Думу, страшно сказать, и по городу Калининграду в 2016 году. Спасибо, что напомнили. Да, просто да, поскольку вот, значит, там было три губернатора. Там было все-таки Цуканов, там был Зинчев, который сейчас управляет Росгвардией, и господин Алиханов, который был один из, он был председателем правительства. Значит, касаемо всего задержания, здесь вызывает только один вопрос. Дело в том, что технически их господ не должны были помещать под арест. Причина очень простая, что даже поскольку у нас есть уголовная статья, которая предпринимательская, которая, в общем-то, там подразумевает либо содержание, соответственно, под домашним арестом, либо под залогом, этим господам сразу почему-то врубили организацию преступной группировки. А это сразу пожизненное заключение, как минимум, с отчетанными, соответственно, всеми факторами. Поэтому насчет, значит, веревочки Невица, ну, здесь абсолютно такая внутриклановая борьба с отъемом экономической собственности. И, в общем, если говорить о большом, как говорится, смысле, то это вот как раз разборки башен Кремля, как мы это любим периодически говорить в околополитических кругах. Дмитрий, насколько я понимаю, речь идет об отъеме основных активов, которые у них находятся в Краснодарском крае. Это порты. Ну, конечно, безусловно. Если вы заметите, что мы много об этом говорим, но не понимаем, как это происходит на самом деле. Вот я обратил ваше внимание именно на бубленную статью, которая не должна врубаться ОПГ, которая сразу приводит к механизму задержания и ареста. Да, предположим, что это было бы там правонарушение. Да, это обычная предпринимательская статья, да, с большой суммой ущерба. Да, человек помещается под домашний арест, либо, соответственно, там, браслеты и все остальное. Да, и дальше расследуется в общеуголовном порядке, без всяких проблем. Но тут же почему-то, вдруг, случайно, взлетает сразу ОПГ. На каком основании надо должен... Ну, понятно, что обывателю-то, в общем, все равно. Его эти... Игорьич, это не очень волнует. Его волнует, а что дальше, как ему жить? Вот это самое веселое. Скажите, на вас... По вашему мнению, кто претендует на их активы? Кому они сейчас отойдут? Ну, если всегда это отойдет. Ну, а вы знаете, вот насчет, кому они отойдут, обычно в таких схемах они не отходят никому одному. Значит, это обычно начинается... Вот, как... Их начинают рвать на части, и там будет несколько бенефицаров, и они пока еще не должны появиться. Обычно бенефицары появляются на третьем-четвертом месяце следственных действий. Потому что в первом этапе сначала нужно отпрессовать, чтобы подержать без допросов хотя бы 2-3 месяца, чтобы потом человек был более сговорчив в части. Ведь не просто так же изменяют меру пресечения на содержание подстражек. А так, черно-желтый логотип, соответственно, одной из нефтяных компаний, маячит на небосклоне. То есть вы намекаете на Роснефть, которая имеет свои интересы? Да, в том числе. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот этот эпизод, который связан с стадионом арена «Балтика», вот что вы можете по поводу этого сказать, поскольку там ведь задержания уже прошли, и в этом деле есть уже реальные фигуранты, и не первый год расследования идет. Что касаемо стадиона «Балтика», значит, вообще стадионы, которые строятся на болотах, это вообще достаточно странная история. Я понимаю, что губернаторы очень многие хотят построить и вписаться в так называемую тематику, либо олимпийскую, либо, соответственно, связанную с чемпионатом мира, и это такие огромные деньги, огромные инвестиции. Но вот, скажем бы, прямо этого стадиона не должно было быть как класса. Вот то, что его возможно или невозможно построить надо в данном месте с данными затратами, под моим, вот все, что я общался, потому что я был вынужден общаться как раз в рамках того, когда я выдвигался, то проектировщики говорят, что построен, быть он не может, и за какие деньги. Но, тем не менее, насколько мы понимаем, и Магомедовы тоже в данной схеме каким-то образом были задействованы? Безусловно, не, не, коллеги. Здесь нет никакого обеления, то есть все понимали, кто на какие риски идут. То есть тут чудес-то не бывает, то есть тут две стороны, в общем, четко понимали. Другое дело, что это такая вот бульдоги, грызущиеся под ковром, которые мы это наблюдаем, и здесь там вопрос, собственно говоря, это нормально в правовом государстве, когда закон в данном случае... Ну, понятно, тут все бульдоги и рокширов нет в Лефортове. Они находятся сейчас в СИЗО Лефортова, и они будут, ну, по крайней мере, по последней информации, до конца мая находиться под... Причем не поверил им и не отпустил их под безумный залог. Не отпустил, да. И что же им, собственно, вменяется? Ну, давайте я сейчас процитирую. Официальный представитель МВД Ирина Волк сказала буквально следующее. Задержаны совладельцы группы компаний Суммы Зевуидин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу Суммы Артур Максидов. Дело заведено по фактам хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Квалифицируется оно как мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведет это дело Следственный департамент МВД России. Ну и назывались объекты, где были возможно произведения хищения. Это стадион Арена Балтика в Калининграде и также Новороссийский морской торговый порт. Алексей, ну мы уже сказали о том, что для большинства наших радиослушателей фамилии двух братьев ничего не значат, хотя они занимают не последние места в списке Форбса. 60 там какое-то место. Да, далеко не последние. Это далеко не последние люди в России. Они не такие известные олигархи, как там кто-то другой. Но, тем не менее, это очень серьезные люди, которые владеют стратегическими объектами в России. Это порты в Краснодарском крае, через которые идет перевалка нефти, нефтепродуктов, зерна. Основное наше зерно – это Краснодарский край, но все идет через эти порты на экспорт. То, что мы не видим, это минеральные удобрения, которые идут на экспорт, опять же. И, соответственно, если поговорить о Краснодарском крае, мы знаем каких-нибудь условных землевладельцев, лендлордов, какие-то гигантские агрохолдинги. Так вот, компания «Сума» перевешивает их, все вместе взятые. То есть, по своему значению для края и вообще вес в стране. Так она «Сума» или «Сума»? Мне даже интересно. А черт их знает. Черт их знает, понятно. Сейчас с нами на связи заместитель генерального директора Transparency International России Илья Шуманов. Илья, здравствуйте. 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 Ну, вам первый вопрос. Так «Сума» или «Сума»? Мы все пытаемся понять. Ну, вообще «Сума» говорят. «Сума». Да. Ну, понятно, все ясно. Теперь уже более конкретные вопросы. Илья, привет еще раз. Мы сегодня уже общались. Я хотел уточнить. Расскажи, пожалуйста, о вот этой истории со стадионом в Калининграде. Ты говорил, что ваша компания проводила какое-то исследование, значит, там, проверку. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Да. Только не компания, не коммерческая организация. Вот, да. Действительно, вообще, в 2014 году мы брали анализы песка на стадионе, вот, ну, собственно, на площадке строительной, которая, вот, впоследствии стала стадионом арена Балтика, да. И, собственно, мы исследования проводили, делали анализ того песка, который заводила компания «Глобал Электросервис». Собственно, это компания, которая сейчас как раз-таки и подозревается, вот, в организации этой мошеннической схемы. Вот. И, собственно, анализ, который мы сделали, он показал, что песок отличается от того, который указан в техническом задании. Собственно, качество песка было совершенно другим. Вот. Это однозначно должно было сказаться и на стоимости песка, и на логистической цепочке. То есть, собственно, доставлять песок было гораздо удобнее для, вот, собственно, подрядчика. Вот. И песок отслежал большое количество суглинка, то есть, который не позволял консолидировать почву под стадионом. Там речь идет о том, что стадион Калининградской области строится на болоте, на болотистой местности, и при немцах эта территория никогда не, скажем так, обширно не застраивалась. Именно в силу того, что там болотистая почва. Вот. Ну, вот принято было решение строительства стадиона там именно организовать, и для этого требовалось большое количество песка для того, чтобы консолидировать почву. Вот. И песок нужен был для того, чтобы, качественный песок нужен был для того, чтобы вода, которая поступала, собственно, вот, с дождями, не знаю, вот, с внешней среды какой-то, она уходила обратно в почву. Вот. В силу того, чтобы песок не надлежащего качества, то есть, сама консолидация грунта могла не произойти, и это могло сказаться на подтоплениях, вот, и, соответственно, вот, ну, скажем так, проблемам, связанных со строительными объектами, которые находятся в этой заболоченной местности. Вот. Ну, и, собственно, это подтвердила сейчас информация, которая уже официально поступила. Правительство Калининградской области направляло глобал электросервису претензии, в которых, собственно, указывало на то, что существует подтверждение некачественно поставленному песку, и требовало от суммы групп каким-то образом исправить недостатки. Вот. Вот. Сумма групп апеллировала к тому, что у них есть собственная экспертиза, и экспертиза подтверждает качество требуемого песка. Вот. Помимо этого, вторым моментом, наверное, не менее важным, был вопрос не о соответствии объема песка, которые завозились на строительную площадку. Вот. Насколько я понимаю, по аналогичным вопросам проходит также уголовное дело в Санкт-Петербурге, когда речь шла о том, что компания, тоже входящая в сумму групп, при намыве песка для площадки под стадионом Крестовским, соответственно, там тоже не хватило объема песка, не досчитались какого-то большого количества, и это было, скажем, выделено в качестве... ну, и обоснованно указано на то, что это причинен ущерб. Илья, скажи, пожалуйста, а насколько вот я слышал, Магомедовы планировали продать часть акций своих портов, активов в Краснодарском крае, а с чем это связано? Ну, на самом деле, с чем это связано, ну, можно так предполагать, да, действительно, речь шла о том, что пытались, соответственно, пытались продать они каким-то внешним акционерам из-за рубежа, вот. Вот, возможно, это связано с тем, что, собственно, вторая часть, принадлежащая транснефти, новороссийского порта, она находилась, и находит в собственности транснефти, вот, и стоит в плане приватизации, и на нее, ну, очевидные виды имеют Роснефть. Вот, возможно, ему, за его Диму Магомедову и, собственно, брату, который, собственно, и был бенефициаром этого новороссийского порта, вот, мне очень было комфортно вот с такими партнерами. То есть, возможно, что это все, как бы, связано с тем, то есть, может быть, на их, на историю с Калининградским стадионом, может, и глаза бы закрыли, но тут акции продают иностранцам, вот этого мы уже им не простим. Я не готов ответить на этот вопрос, я думаю, что у нас часть активов стратегических, они тем или иным образом все равно принадлежатся зарубежным компаниям или офшорным компаниям, где трудно разобраться, та же самая Роснефть. Вот, поэтому, мне кажется, в эту сторону можно ходить, но достаточно аккуратно, потому что там зыбкий лед. Илья, скажите, пожалуйста, вот наш предыдущий эксперт Дмитрий Потапенко не вдумевает, почему, собственно, статья квалифицируется как деяние преступного сообщества, что сразу утяжеляет ответственность в разы. Вот вас этот момент не настораживает? Ну, Дмитрий Потапенко, я очень большой товарищ, да, наверное, его, и понимаю, разделяю его озабоченность как предпринимателя всей этой истории. Вот, одновременно с этим, 210-я статья, собственно, организации преступного сообщества, это действительно, это крайне, ну, это одна из самых тяжелейших, наверное, тяжких статей, которые есть в Уголовном кодексе. Вот, ну, она подразумевает под собой какую-то систематическую работу преступной группы, которая объединена общими интересами, там есть лидеры, и, собственно, они выводят какие-то денежные средства, вот, в том числе из бюджетных фондов. Вот, мне кажется, как бы, если по Магомедовым именно работала какая-то оперативно-следственная группа, а она работала, то есть там в 29 регионах прошли, понимаете, обыски, вот, это в любом случае какая-то консолидированная большая работа и МВД, и ПСБ, и Следственного комитета, то я думаю, что аргументов там хватает. Вот, вопрос в другом, что мне кажется, что на текущий момент у любого крупного бизнесмена из списка Forbes, который работает с бюджетными деньгами, таких скелетов в стопу достаточно. И вопрос просто, ну, политической воли для того, чтобы принять решение по, там, не знаю, возбуждению уголовного дела. Когда этот скелет появится. И у нас меньше минут остается, наши слушатели спрашивают, неужели Путин объявил войну олигарха, или ему просто весь этот бардак надоел. Вот что бы вы ответили, Илья? Я бы ответил следующим, что если каждый месяц сажать в тюрьму по одному доллару-миллиардеру, который вот находится в России, то миллиардеру хватит на ближайшие 8 лет. Поэтому я вот с достаточным, скажем так, оптимизмом смотрю в будущее относительно... Жир мы накопили. Спасибо большое, да, подкожно-экономический жирок накопили. Заместитель генерального директора Transparency International России Илья Шуманов был на связи с нашей студией. Кстати, могу сказать, что по версии журнала Forbes состояние Зевудина Магомедова оценивается почти в полтора миллиарда долларов. Так что действительно есть деньги в закромах. Ну, а мы с вами продолжаем считать деньги, деньжище, заработанные честно и не очень, праведно и совсем с применением мошеннических схем. Но на что уходят большие деньги? Иногда просто в песок, как вот мы выяснили с предыдущими, ну, скажем так, фигурантами весьма теперь уже громкого дела, братьями Зевуидином и Магомедом Магомедовым. Но, впрочем, могут они уходить и в дорожное покрытие, об этом мы поговорим чуть позже, а могут оседать в карманах мошенников. И вот такую грандиозную мошенническую схему в свое время, нет, не придумал, а осуществил, провернул уж, простите, на просторах нашей страны небезызвестный Сергей Пантелеич Мавроди. В субботу, 31 марта, состоялись похороны основателя МММ. И сейчас мы обсудим, ну, действительно, довольно яркую жизнь и, ну, скажем так, тихий уход из жизни этого человека. Специальный корреспондент комсомольской, правда, Дина Корпицкая в студии. Дин, я приветствую тебя, здравствуй. Да, здравствуй, Лена, всем здравствуйте. Я, честно говоря, не назвала бы ни жизнь тихую, ни уход тихим, потому что Сергей Пантелеевич и даже после смерти наделал много шума, в том числе и в нашей газете было много публикаций. Дело в том, что он умер в больнице, 62-й, от сердечного приступа, и никто не обращался за его телом. Где-то 4 дня уже прошло, и судмедсотрудники морга, одним словом, начали уже сами беспокоиться, и где же родственники, неужели придется его хоронить вместе с бомжами, как человека, которому никто не нужен. Но все-таки объявилась родня, пришла в пятницу, 30 марта, супруга бывшая Елена Павлюченко, они с ним жили очень сложно и развелись, и тем не менее вот она все-таки взяла на себя такую миссию, проводить его в последний путь. Брат же Вячеслав Мавроди, тоже небезызвестный, он вместе с Мавроди Сергеем поднимал этот МММ, был одним из соучредителей, единственное, что он сделал, он заявил, что не даст его похоронить на семейном кладбище, в Троекуровской кладбище, у них там есть семейное место, вот и все, собственно говоря. Что касается жизни Сергея Пантелеевича, то, как выяснилось, никаких богатств он не нажил, и ничего у него нет в загашнике, не оказалось ни денег, ничего. Вот единственное, что у него есть, собственность какая есть, и то это неприватизированная квартира, еще его родители, и та квартира, в которой он вырос на Комсомольском проспекте, я туда съездила, место, надо сказать, оно очень престижное сейчас, но в то время, когда они там поселялись, оно и тогда было престижное, это дом академиков, такой добротный, сталинский, и там же школа, в которую ходили оба брата Мавроди, и там соседи, все их помнят еще с тех времен, когда они были подростками, и они выросли, ну, то есть родители их рано умерли, они там в юном возрасте остались вдвоем, и сразу у них там завернулся какой-то бизнес, закрутился, завертелся, сначала они кассеты переписывали, продавали, и, кстати говоря, очень сильно на этом разбогатели, потому что сосед снизу, такой уже пенсионер глубокий, рассказывал, что в 89-м они купили Таврию, этот сосед купил Таврию, и ему очень повезло, что он ставил рядом с шикарным кадиллаком Мавроди, который охраняли всю ночь охранники, а заодно из-за его Таврии так получилось, да, присматривали. Но в целом о них отзывались не сказать, что доброжелательно, соседи их недолюбливали из-за шумихи, которая была вокруг, потому что Мавроди человек был очень такой консервативный, он не любил менять место жительства, и даже когда он прятался от полиции, вот этот небезызвестный период, тогда еще милиция, он снимал квартиру в соседнем подъезде, то есть он как жил там, в этой квартире, так он там, собственно говоря, и проводил все свое время. А давай послушаем, вот человек, который лично с ним был знаком, это адвокат Александр Молохов. Александр у нас есть, Александр Молохов есть уже у нас, да? Александр Владимирович нас слушает внимательно, здравствуйте. Ура, добрый день. Добрый день. Да, вот скажите, пожалуйста, у меня возникает вот какой вопрос. Вы знаете, ну, когда речь идет о таких личностях, то уж простите, но появляются некие конспирологические версии. Вот так говорят, что вроде как где-то Березовского видели. А может быть здесь тоже? Ведь двойников-то у Мавроди был немало, и обстоятельства его ухода из жизни как-то вызывают у многих вопросы. Да, да, да. И сегодня даже читатели писали в комментариях, что в закрытом гробу ли он был похоронен, или в открытом, чтобы убедиться, он ли это... Александр Владимирович, вы этого человека знали? Вот скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что эти слухи, домыслы беспочвенны, что нет, действительно, вот его поклонники, те, кто пришли на кладбище, попрощались именно с Сергеем Пантелеичем Мавроди? Во-первых, Мавроди действительно умер. Во-вторых, прощение проходило в два этапа. Сначала в церкви, там гроб был открытый. Гроб закрыли уже в церкви. На, собственно говоря, после той процедуры, которая была в церкви, бывшая супруга, она не осталась уже. Поэтому закрытый гроб и увидели там журналисты издалека, когда его уже из церкви вносили. Нет никаких сомнений в том, что это Мавроди, потому что проводилась процедура за ктилоскопией. Печатки пальцев брали, поэтому здесь... А вы были, получается, на похоронах? Нет, я не был. Я не был там, у меня достаточно живых клиентов. Извините, но я, в общем-то, общаюсь с кругом людей, которые были к нему близки. Завтра, кстати, 9 дней. Это будет определенным образом тоже отмечаться. Но, опять же, какие-то подробности мне известны. Вот я вам о них рассказываю. А правда ли, что вы похоронили за счет вкладчиков МММ? Что не у своих? Действительно, такая структура, как гвардия МММ-2011, да, она оплатила похороны. И, собственно говоря, поэтому большинство бы согласилось юридически эту процедуру, так сказать, оформить. Если бы она этого не сделала, закон о погребении в похоронном деле, 12 статья, позволяет иным лицам его захоронить. То есть это просто сделали бы поклонники Мавродик. В любом случае, не казалось бы, на кладбище и, извините меня, лифт из определенного места жили. А как вот он в последнее время жил? Почему оказался один на остановке, если у него были люди, которые там и в магазин за него ходили, убирали, похороны? Как это произошло? Вот есть ответ на эти вопросы у вас? Я хочу подчеркнуть, что я 12 лет лично его не видел, и информация, которую я о нем знаю, это же от людей из его окружения. И у меня нет, кстати говоря, никакой уверенности, что вот эта вставшая господствующая версия о том, что вы нашли на автобусной остановке, соответствует действительности. Потому что у меня есть другая версия, которой я склонен больше верить, потому что она от сотрудников правоохранительства... Какая же версия? Не томите нас, скажите. Ну, был просто вызов, и, собственно говоря, он уехал... На скорой. ...с адреса, да, на скорой, поэтому, знаете, это как бы немножко тень наплетим. Такая версия, кстати, появлялась в этой информации, она не стала господствующей. Кому-то показалось, что это вот, так сказать, оттенит, придаст какую-то художественность уходу Мавроди, да, если это будет вот такой образ, остановка. Ну, знаете, на современной установке, благодаря господину Собянину, в общем-то, умереть не стыдно, скажу вам так. Я Собянина не люблю, но в остановке в Москве сейчас от снега, от дождя укрывает. Скажите, а что у него такие за отношения с родственниками, даже жена вот не осталась на... Не поехала на кладбище, вроде как согласилась уже похороны провести, но наполовину как-то. Нет, у них действительно были сложные отношения и с бывшего супруга, и с братом, с остальной роднёй. Ну, вроде это Волк-одиночка, это человек, который не придавал никакого значения к родственным отношениям, он привык жить сам по себе, чтобы его никто не стеснял, чтобы он никто не ограничил, не ограничивал его свободу. Он в целом достаточно скептично относился к человеку, об этом всё его творчество, все его произведения, если кто читал, кто смотрел. Поэтому с таким человеком сложно рядом находиться, сложно рядом жить, и ему крайне некомфортно было находиться постоянно с супругой там, да, в обществе. Он, в общем, действительно был таким затворником, человеком не от мира, где-то мизантропом. Поэтому тут у него творчество, постоянно тема предательства. Я думаю, что он подозревал своих родных в том, что когда его первый раз арестовывали в 2003 году, они как-то были к этому присоединены. Он, в общем-то, неохотно разговаривал на этой теме, и всегда это было табу, стекало разговоры об этом. Не забывайте ещё что-то вечное, такая шекспировская, гамлетовская, там, как хотите, тема «Старший брат». А тут, я извиняюсь... Александр Владимирович, ну тут возникает ещё один момент, понимаете, отношение к деньгам, когда они сваливаются на одного из членов твоей семьи, то, ну, естественно, другие хотят, чтобы, в общем, это... Ну, насколько я знаю, он не был жадным. Распределять. Вот его отношение к финансам, потому что «Ласковый Мэй» вспоминает, что после концертов у них там деньги мешками были в гримерке. Мавроди это абсолютно не интересовало никогда, он быстро очень этого накушался и очень быстро понял, что деньги — это резаная бумага. И неважно, 25 миллионов хотя или 38. И поэтому, как любой настоящий богач, он в итоге вернулся там к рваным джинсам, как какой-нибудь Стив Джобс или, не знаю, там, Билл Гейтс, но только это были не рваные джинсы, а вот тренинг, которыми любили издеваться наши телевизионщики. Вот. Ему было абсолютно все равно, как он выглядит. Он, по крайней мере, в то время, когда я его знал, минимум каких-то потребностей бытовых его обеспечивали, его вот приближенные эти. И, в общем-то, я думал, что на каком-то этапе он понял, что, ну, всех денег невозможно заработать, да. Цель его была совершенно другая. Он очень идеалистично был настроен в том плане, что все было вокруг пирамидостроения, все мысли, вот. А в последние годы жизни он говорил, что он выше своего пирамидостроения ставит свое литературное творчество. Да, он писал книги, сценарии для фильмов, которые очень пользуются большим успехом в интернете. Да, но книги жуткие, сценарии тоже, то есть иногда даже создается впечатление, что их писал не человек, потому что это жесткие, беспощадные книги, которые обличают человечество, его пороки, такое, знаете, иногда даже не булгаковщина какая-то, вот, как Волан такой, он искушал людей, что ли, жадность. Кто-то смотрел фирму «Пирамида» меня поймет. Поэтому это такие книги, которые, ну, я думаю, что переживут однозначно. Да, но а куда его, да, у нас минуты остаются, деньги-то куда растворились? Ну, есть и 8% акций «Газпрома» пресловутых, были и 17 «КамАЗов», непонятно куда, были и воры, и мошенники, авантюристы вокруг Мавроди, были и криминалитики, были сотрудники, к сожалению, силовых структур. Все это было. Но сейчас ничего нету, ни сотрудников, ни денег, ни акций, да? Зачем, сейчас уже, ну, почему? Все растворилось, все украдено до нас, как говорил Классик. Ну что ж, спасибо огромное за ваш рассказ. Мы сейчас слышали в прямом эфире Александра Молохова. Это человек, который когда-то работал адвокатом у Сергея Мавроди, знал его лично. Это большая редкость, потому что он мало с кем общался, вот как выясняется. И даже он спал днем с 10 утра до 6 вечера, а не как все люди ночью, поэтому он мало с кем общался. Вот так вот, ушел человек, вот давайте проводим его, еще будем вспоминать, я думаю, не раз. Да, это точно. Но то, что дело его живет, это абсолютно, потому как пирамида периодически возникает, но не в нашей стране, а в разных регионах мира. Кто-то делает деньги из воздуха, кто-то из песка, кто-то их в этот самый песок, а точнее в асфальт, закапывает. Сегодня у нас такой экономический портрет явления. В студии автобозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо. Кирилл, приветствую тебя, здравствуй. Добрый вечер. И нас заинтересовала следующая информация. Ну, нет, наверное, такого человека в нашей стране, который бы не сетовал на качество российских дорог. И вот как только появляется какая-то информация о том, что очередная сумма выделена, сразу возникает вопрос, на что уйдет, не закопают ли куда-нибудь, знаешь, в бетон, в асфальт, в песок, не утекут ли эти деньги. А сумма-то, ну, мягко говоря, не маленькая. 6 миллиардов рублей, даже более, правительство выделило. Но, правда, 30 субъектам Российской Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Ну, и теперь хочется понять, вот обратившись к нашим радиослушателям, как вы считаете, за последние годы дороги в вашем регионе стали хуже, лучше, не изменились? Процесс пошел в какую сторону? То есть, знаете, процесс бывает улучшения качества дорог, а бывает, что и то, что было, превращается в ямы и колдобины. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, Кирилл, я так понимаю, что, наверное, это не что-то из ряда вон выходящее, колоссальная сумма, которая, вот, здравствуйте, выделилась. Ведь такие деньги каждый год получают или не каждый год? Да вообще давно уже Путин сказал, что будем развивать дороги. И в целом сообщается, что есть информация, что инвестиции в транспортный комплекс составил 1,8 триллиона рублей. То есть, 6 миллиардов – это, в общем, капля в море на фоне того, что, в принципе, есть желание закопать в нашу планету, условно говоря, на нашей территории. Да, действительно, регулярно выделяются деньги. Насколько они идут по назначению, сложно сказать, потому что, ну, если смотреть на Москву, ну, вроде есть дороги. А стоит отъехать куда-нибудь там в сторону Твери, дороги пропадают. Вот, кстати, Тверская область, она значится в списке получателей вот этих вот денежных средств. Там какая-то внушительная часть вот этих вот выделенных денег пойдет именно на Тверскую область в частности. Треть. Треть. Два миллиарда они прямиком уходят. Но, правда, опять же, в Тверскую область и в республику Алтай. Вот и там, и там слушают радиостанцию «Комсомольская правда». У меня сейчас огромная просьба, но с Алтайом, наверное, посложнее, у нас все-таки разница во времени. А вот с Тверской областью все может хорошо получиться. Вот как вы считаете, даже миллиард рублей, потраченных на ваши дороги, это будет действительно видимый эффект, ощутимый эффект для автомобилистов? Или, может быть, действительно не заметили и не заметите улучшение качества дорожного покрытия, и вообще наличие самих дорог? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Ну, естественно, не только жителей Тверской области. Мы призываем позвонить и отчитаться, стали ли в последние годы дороги лучше, или, может быть, все осталось на том же уровне, а может быть, и еще хуже. Слушаем Виктора из Новосибирска. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. На Новосибирске, на Алтае уже вечер, уже дно. Вот 10 часов вечера доходит. У нас дороги стали хуже. Я работаю в Тверси, не первый год. Честно могу сказать, за последние 5 лет, наверное, сейчас, весна, асфальта сосло больше, нежели снега, наверное, в Новосибирске. Да, не держит асфальт земля русская. Деньги выделялись. В прошлом году сделали дорогу в аэропорт, и сделали улицу, по которой на эту дорогу уезжает полномочный представитель. То есть это вот единственная улица в Новосибирске, старого центра, которую, ну, более-менее привели в порядок с остальными. Улицы просто, не то, что там слои сходят асфальта, там видно гранитную мостовую, которая еще при царе-батюшке лежала. Ох, ничего себе. С ней там точно ничего не будет. Вот это да. Спасибо вам огромное. Я просто объясню, почему сейчас не можем много времени уделять каждому телефонному звонку, потому что, ну, понятно, люди желают отчитаться о состоянии своих дорог. Поэтому переходим к следующему региону. Юрий из Волгограда с нами. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно уверен, что результата реального от этих вложений никакого не будет. Я объясню, почему. Дело в том, что я сам лично вот участвовал, ну, в организации работал, которая занималась, ну, ремонтом и строительством дорог. Здесь у нас в Волгограде по федеральной программе. Вот у нас к чемпионату делают дороги, которые, ну, готовятся к чемпионату мира. Вот, само производство, технология, работа в таком состоянии, вы знаете, это просто освоение, я скажу, средств. Мы закончили работы буквально, я сейчас скажу, числа 15-17 января, когда уже дороги ни один, ну, никто их не делает в таких погодных условиях. Слушайте, а вам самим-то за вашу работу не обидно? Они не будут держаться. Ну, вы же по ним ездить будете. Вот вам не обидно за то, что... Да, мы по ним, но дело не в нас, поймите. Мы сами, допустим, руководству, там, какому-то начальству, которое приезжает, проверяет эти работы, говорим, не надо сейчас ложить, нельзя, погода не позволяет. Ну, нет у нас таких технологий, нет таких материалов, чтобы дороги эти держались при таком строительстве. Не, ребята, вы делайте, нам надо средства осваивать вперед, вперед, вперед. Угу, понятно, спасибо огромное. О, нет проблемы. Давайте, да, мы поняли, спасибо. Давайте я зачитаю следующее сообщение. У нас дорог не было и нет, пишут нам курорт Пятигорска. Далее, вообще ничего не изменилось. Бываю постоянно в двух подмосковных городах Люберцах и Коломне. В Люберцах без улучшений, в Коломне становится только хуже дороги. Далее, в любую сторону, кроме М10, от Твери и дорог-то нет. В Саратове все хуже и хуже с каждым годом, никто ничего не делает, только латают иногда. Далее, Олег пишет, у нас в Крыму дороги стали лучше, правда, не везде и не знаю, надолго ли. Следующее, я часто езжу по России, понимаю, что в Тюмени самые лучшие дороги, сам я из Тюмени. Ну, и вот еще, да, делать дороги в России, это, наверное, дело инопланетян. Есть советская дорога, не ямки, нет, и дорога отличная. Ну, вот, собственно, теперь возникает вопрос, Кирилл. У нас нормативы, я не знаю, там какие-то правила, ведь изменяются постоянно. Говорят, надо какие-то новые технологии осваивать, чтобы всесезонные работы проводить, чтобы дороги не латать. Ну, вот, осваивая действительно технологии, вот недавно проскочила информация о том, что будет меняться национальный стандарт, согласно которому при ремонте дорог можно будет использовать до 30% переработанного асфальта. Речь идет о верхнем покрытии. При том, что, в общем, сама вся технология, она не то, чтобы прямо новость, потому что для подложки, условно говоря, под асфальт, переработанный асфальт уже тоже использовался. Но при этом я знаю, что сейчас также разрабатываются технологии, которые позволят использовать асфальт прямо-таки в момент его снятия. То есть, пока это не работает, но если это сделают, будет любопытно посмотреть, как все это будет реализовываться. А то, что дороги становятся хуже, все логично, значит, действительно осваивают средства, которые выделяются. Все, в общем, одно к одному. То есть, каким-то образом они их сами осваивают, ну да. Придумали, как осваивать. Да, у меня единственный вопрос возникает. Вот не первая жалоба была на то, что работа проводится тогда, когда, ну, априори, этого делать нельзя по погодным условиям. Вот если бы снимали не только асфальт, но и тех, кто проводит эти работы, нет, не мужиков, которые выходят, этот асфальт вынуждены класть в лужи и на мерзлую землю, а вот тех, кто, собственно... Принимает решение. Совершенно верно. Вот никто на твоей памяти не был за подобное деяние наказан? Я что-то не припомню. Ну, я думаю, что если это и происходит, это особо не афишируется, просто для того, что, ну, не самая, скажем так, красивая тема для освещения. То есть, ну, вот если кто-то прям провинился и за этим делом застук, я думаю, потихонечку снимут, вот, и, в общем, назначат кого-то нового, может быть, более удобного. Да, но у людей должна быть возможность сообщать об этом, я не знаю, какой-то портал есть ли, может быть, сайт, где неравнодушные люди могут оставить пример вот такого проведения дорожных работ. Ничего не припомнишь подобного? Ну, я только вот в бытовом уровне наблюдаю, как люди снимают, выкладывают в Ютуб, а дальше такое ощущение, что никуда, потому что, если это все повторяется везде и повсюду, и регулярно, значит, ничего не происходит. Ну, а тем не менее, мы видим, что очередные 6 миллиардов рублей выделяются 30 субъектам Российской Федерации на развитие автомобильных дорог. Так что Тверская область, Республика Алтай, будем следить внимательно, что там у вас на выделенной 2 миллиарда рублей будет происходить. Ну, и также 14 регионов получат достаточные суммы, Новгородская область в частности, ну, и другие регионы нашей страны для того, чтобы все-таки качество дорожного покрытия стало, ну, где-то ощутимо, а где-то, мягко говоря, не очень. Но, тем не менее, все-таки изменения прошли в лучшую сторону.